Добрый день, дорогие зрители! Это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю четвертую часть моего прохождения компании игры Warhammer 40 000 Dawn of War 2. Итак, в предыдущей части мы уничтожили еще одного из главарей орков, уже забыл, как его зовут. Ну, черт с ним, короче, прибили мы двоих главарей и определили то, что из какого-то региона... Они собираются в каком-то регионе, и оттуда наверняка им поступают какие-то приказы. Скорее всего, от той силы, которая их контролирует, орков, на этой планете. И вот теперь это будет наша следующая миссия. Истинный враг. Командор, время нанести удар по нашему настоящему врагу. Кто бы ни провоцировал и не направлял зеленокожих, его убежище шахта Феллхаммер на окраине Аргуса. Мы считаем, что орк Бадзапа, которому удалось уйти после нашей первой встречи на Калдересе, также направляется к шахте. Вы и ваши отряды высадитесь к югу от Феллхаммера и пойдете на север. Сила и огневая мощь дадут лучший результат, чем скрытность. По этой причине, сержант Цирус останется на борту Армагеддона и будет обеспечивать поддержку. Печалька. Нету Цируса больше, значит, придется зачищать постройки гранатами Таркуса. Ладно. Да, предмет инвентаря... Награда будет меч Тарторус. Любопытно. А, сержант Матиэль. Я еще помню его, по-моему, из первой... Да, из первой кампании Dawn of War. Он погиб на Тарторусе. Вот жаль. Ну, ничего поделать. Ладно, нам надо выяснить, кто руководит орками, но я забыл. Так, 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 так. Да, на этот раз я буду захватывать станцию связи опять. Итак. А, ну да, потому что я захватил храм, захватил литейный завод, а станцию связи я не захватил в первой миссии, потому что я не знал, что их вообще можно захватывать. Так что, будем это иметь в виду. Итак. О, сержант Фадей. Штурмовой отряд. Фадею недавно было присвоено звание сержанта. Он прославился в битвах с орками на Холдерисе и Тифоне. Дерзкий и идеалистичный. Фадей ведет своих штурмовых десантников в бой с нескрываемым энтузиазмом. Фадей уроженец Меридиана. Он был вожаком бандитской группировки в Нижнем городе, когда Давиан Тул завербовал его в Кровавые Вороны. И хотя с бандитским прошлым давно покончено, Фадею до сих пор есть дерзость гангстера из Нижнего города. Звучит круто. Значит, мы получим наверняка штурмовой отряд в этой миссии. Неплохо, неплохо. Что там в небе? Классика. Три, два, один. Бум. Ха-ха-ха-ха. Четко. Убить разведчиков орков. Командос. Ладно. Нам надо пробиваться на север. Сначала. Там... Так как там находится станция связи, и тут находятся также сборные... Ну, маяки. Так. У Аветуса есть турели. Несконцентрированный огонь. Это нам пригодится, когда мы будем сражаться с каким-то боссом. Там я хочу проверить, как хорошо это подействует. Итак, будем двигать на север, где мы можем выбрать хорошую позицию. Наверное, тут. Вдавляющий огонь! Двигайтесь на север, командор. Доберитесь до шахты Филхаммер и выясните, кто натравливает орков. Вас понял, капитан. Наш, отвигаемся. Туда, бегися. Будьте готовы, братья. Меняем позицию. Беремся в укрытие. О, это Эльдар. Там кто-то есть. Ушли. Но это были не орки. Да, мы уже все знаем, кто это такие. Вот и конвой. Орки вырезали их. Мы отомстим им. Двигайтесь вперед. Так точно. Меняю позицию. Стрелки орков засели на гребне горы. В укрытие. Ярость с небес. Отрезайте их. О, подмога прибыла. Стрелки оркова. Сержант Падея явился для несения службы, командор. Хорошо отдохнули. Ожидаю лучшего момента для атаки. Рад тебя видеть, Аветус. Это Аветус. Хм. Понятно, тут уже все друг друга знают. позицию ага стрелки уничтожены команда рядом находится станция связи захватим ее во славу ордена эти объекты обеспечат нам преимущество в бою и помогут получить подкрепление я просканирую их оборону командор орков серьезные укрепления рядом с главным входом атаковать в лоб было бы полным безрассудством прыжок пара гранат и мы внутри цирус и попали на прицел целой банде орков штурмовые десантники готовы так ладно пусть будет так посмотрим что же чего же стоят эти штурмовые десантники фадея все на штурм атаковать не жаляй сил вперед помодоры ножки даже походу я немного перебрался с атакой надо будет захватить эту точку ну не точку а подкрепляет маяк подкреплений так а не пусть фадея захватит маяк а командор пусть захватит станцию связи в принципе не так тоже плохо потеряла да потерял одного штурмовика но имея ввиду то что я поставил своих дистанционных ванных не правильную не на правильную позицию это я бы сказал что получилось все довольно таки неплохо отлично пополнение отряд меняет позиции это станция обеспечит нас ценными разведданными в следующих боевых операциях командор шахта филхаммер близко да вот так ладно двигаемся дальше так ладно куда нам надо двигаться надо двигаться наверх и сюда вперед Что же здесь, интересно, произошло? Хуже, что орки, но их всех вырезали. Неужели это будет классический стиль, где... У нас неприятности. Это охранники орков, которых убили на месте. Здесь прошел еще кто-то. Здесь получится, может, классический вариант, что орками контролируют силы хаоса, и десантники пытаются их остановить, и Эльдар пытаются их остановить, и друг у друга будут путаться под ногами. Это, мне кажется, классический вариант. Так. Быстрее, пока не подошли люди. Мы не можем допустить, чтобы один упертый орк сорвал весь план видящий. Слушай, это, братья. О! Гады, вы обманули Скайкилу и Гатренчу! По-моему, хибер-глаз говорит, что вы даже и не орки! Да, вы бы рассказали хоть раз, какая угроза? Какая угроза там нам... Что нам угрожает? Если бы вы хоть раз рассказали, тогда проблем с ними не было. Орками наверняка управляли Эльдары. Убейте этих Эльдаров, пока им не удалось скрыться. Так. Будем постепенно здесь проходить. Так, откинули Эльдар. Подбросили Эльдаров. Ого! Ничего себе! Так. На защитной позиции. О, черт! Бегом, 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 бегом! Бегом, 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 бегом! Блин, они разнесли тут все укрытие. Стояли. Да. Давайте убейте этих страшников. Наш гнев вновь нашел свою цель. О, барлок командир. Меня не пугают ни убийства, ни смерть. Ощутите мой княв, ничтожные люди. О, барлок командир. То есть, наконец, fishermen. Это ты это, куда? К Отходим, отходим. О, он типа думает, что он такой умный, да? О, чёрт. Чёрт, не могу. Нос чешется. Чёрт. 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 Шахта захвачена, все эльдары мертвы. Но Вождь орков сумел скрыться в этой суматохе. Понял. Готовьтесь к эвакуации. Отлично, это было все? Ладно Хотел пополучить побольше пунктов Но, по-моему, ничего не получилось из этого А, ну стойкость хорошо получил И скорость За скорость два пункта получил Неплохо Так Фадай только на втором уровне Надо будет Наверняка потратить несколько этих Новых Новых единиц вооружения Чтобы поднять опыт у Фадея Чтобы он тоже был на нормальном уровне Ладно, продолжаем тогда Что же теперь получается? Нам придется сражаться с Эльдарами Ситуация осложняется, командор Очевидно, что Эльдары натравливают И провоцируют орков Вряд ли их вмешательство Можно считать хорошей новостью Они сказали, что привлекали орков Для сражения с общим врагом Что бы это могло значить? Я бы не стал доверять тому, что говорят Эльдары Они вероломные и лживы по своей природе Ты прав, Таркус Но они не дураки Варлок, которого вы уничтожили Возможно, руководил орками здесь На Калдересе Но он явно был только частью Какого-то большого плана Мы получаем донесение, что Эльдары Управляют орками В близлежащей системе Тифон Армагеддон доставит вас на Тифон Там вы вступите в бой с врагом Я перенаправлю на вас Все сигналы тревоги Которые мы получаем с Тифона Ладно Ой, ё-моё Сколько всех сообщений осталось Ладно Присутствие Эльдаров Эльдары поддерживают орков в этом секторе И пытаются подготовить их Начать массовое ваа Их мотивы остаются загадкой Но Тула опасается худшего Да, я согласен Тифон, меридиан, сектор Ладно, отправляемся тогда на Тифон Получается Командор Это навигационный экран Армагеддона Отсюда вы можете просматривать данные О планетах под сектор Абрелия Вы также можете приказать Армагеддону Отправляться в один из этих миров Когда вы будете готовы Начинайте полет к системе Тифон Ладно Летим на Тифон Да, есть два задания Снайперская винтовка А вот это я уже Очень даже и хотел бы подобрать Так Перенестись на Тифон Примарис Круто Отлично А, нам надо защищать объекты теперь И осталась только одна высадка Значит нам надо выбирать Так А, новый рейтинг Солдат Ярости Очки спасителя Нормально поднялся Я смотрю за одну миссию По-моему я же был адепт гнева Еще на предыдущей В предыдущей миссии Сейчас уже солдат ярости И рейтинг солдата уже набрал Больше чем половину Чтобы пройти на следующий уровень Ну ладно Это так Значит надо защитить станцию На горе Сикарис Либо Нужно Что-то сделать В арене Странно Ладно Не важно Смотрим Что мы можем Фадею прокачать Значит ближний бой Конечно же Безжалостный удар Круто И Без вопрос Без сомненно Надо Прокачать Здоровье Так Сигну Нет Не интересует Ой Нужен шестой уровень Много Много И для этого нужен пятый уровень Ладно Посмотрим Что командор Может Сейчас получить А На Тартерус Опыта не хватает Превосходный болтер На две руки В принципе единственным Кто двуручными болтерами У нас юзается Это Аветус Превосходный тяжелый Болтер Превосходный болтер В принципе Это можно В библиариум Закинуть Ага А вот и новое Да Это Могу новую броню Дать командору Хотя Не знаю Фадай по прежнему На третьем уровне Только Так Тартерус Кому я этот меч Могу дать Могу дать Конечно же Командору Но он не идет Передовую Сейчас у меня Может сохранить Этот меч Да Особенно Тем Тем более То что у Фадеи Специально для Фадеи Уже есть меч На пятый уровень Поэтому Тартерус Даем Командору Значит Это на опыт А Можно прокачать же Конечно Усердие Хорошо Значит Чуть побольше Здоровья И чуть-чуть побольше Дистанционного урона Так Вообще-то Тогда А Для Фадеи Есть и специальная Броня Но это на шестой уровень Только Ладно Посмотрим Что у остальных Тут есть Ничего нового Для Таркуса Не для Авитуса И Цируса Тоже Забодяжить Вроде Тоже ничего не могу Так Да В принципе Этот превосходный Болтер Могу и Обрат На опыт Забодяжить Плюс 24 Опыта Так Авитуса Командор Командора Я тяжелый Болтер Давать не буду А Авитусу Это Этот Болтер В принципе-то И не нужен Если честно Урон Именно тот же Но способность Ну не знаю Плюс Кволе Не Не нужно Это я могу Тоже Забодяжить Тогда Получается Да Плюс 41 Опыт Кто тут Почти уже На следующем уровне Почти на следующем уровне Таркус Ракетная установка Ааа Черт А черт с ним Эту броню Ван Дай Тоже Забодяжу Отлично Тогда получается Пятый уровень У Таркус Улучшаем В таком случае Дальний урон А будем его Качать Чисто Максимально На дальний урон Так Остальные Юниты А блин Еще одну Штуку Забодяжить И тогда Можно было бы Авитус Следующий уровень Дать Фаде Еще до четвертого Немного не хватает Увы Но Ничего поделать Так Посмотрим Что это за броня Для Цируса Опять Специально Для орков Мм Не Это Не знаю Стоит Не стоит Кирасу Азарий Надо посмотреть Еще раз Она мне так Нужна Запротивление Урона Да не Она мне в принципе И не нужна Ага Да К точности Бонус Это точно Понадобится А вот Мантия Ворона Эту броню Я могу теперь Дать Фадею В таком Случии А надо Авитус Прокачать Способности Ячейка Для дополнительного Дополнительной Экипировки Бег Стоит Того Или Нет Подкачаем Волю Дополнительная Ячейка Теперь Есть Что Я могу Ему Дать Да Дадим ему Артиллерийские Ударные Способности Скажем так Ладно Лучше я вроде Ничего тут Отдать не могу Совершенные Гранаты Значит Осколочные Гранаты Совершенные Гранаты Ай К черту Нельзя Отказаться Ну блин Вы меня Прикалываете А Ладно Понял Значит Эти гранаты Даем Таркусу И И Командор А Блин Розарий Надо менять Тогда А Фадай Могу Дать Осколочную Гранату Не Цирусу Точнее Не Я знаю Я тут Это разбираю Полчаса Можно сказать Но Мне очень нравится Этим заниматься Это Как бы Планировка Именно Уровни брони Экипировка Ну да Экипировка Командора Не Розарий Я оставлю При себе Потому что Это очень Может помочь В конкретной ситуации Снайперская Винтовка Ракетная Установка Против техники Да Такую вещь Я не могу Отдавать Так что Придется Увы Фадай Подождать До следующей Миссии Ладно Тогда Получается Я На данный момент Я остановлюсь На этом месте Вы мне Может быть Можете сказать В комментах Как вы хотите Может быть Проходить по 2 миссии За одно видео Или остаться С одним С одной миссией За одно видео И типа Потом Анализировать Экипировку И тому подобные вещи Или может быть Поменьшена Экипировка И попытаться Зажать 2 миссии Но тогда Конечно же Видео Будут В любом случае Дольше полчаса Так что Это Можете мне подсказать Что вам кажется Лучше Но на сегодня Это будет все Итак Я надеюсь Что вам понравилось Это видео Если это так Тогда подпишитесь На мой канал Если вы поставите лайк Или напишите коммент Это тоже будет Очень и очень круто И не забудьте Что у канала Есть свои странички В фейсбуке Твиттере И вконтакте Ссылки на них Можно найти В описании Этого видео И вот и все На сегодня Спасибо вам за то Что смотрели И увидимся в следующий раз